В день собора, архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных, престольный праздник отмечают сотни православных храмов и монастырей по всей земле. Встретил торжество и Михаил-Архангельский храм уральского города Ревды. На богослужении побывала наша съемочная группа. Красивая белая церковь Михаила-Архангела стоит на возвышении и видна почти из любой точки города. После десятилетий безбожия ревдинцы вновь потянулись к Богу, отстроили храм и постепенно научаются церковной жизни. Когда заходишь сюда, сразу видно, что здесь есть община. Люди тепло, здороваются друг с другом, улыбаются, вместе радуются празднику. Все уютно и с любовью обустроено. Храму всего пять лет, но в нем уже многое есть. Взрослая и детская воскресная школа, социальная служба. Ну, где-то год, может быть, полтора года. Ну, просто сюда пришла, я как-то по душе спокойно. Ну, и вообще, когда разговариваешь с батюшками, то есть получаешь много советов. И в жизни они очень помогают. Много подруг появилось. Стали ездить на экскурсии. Вот в Белогории недавно ездили. Все пять лет тут и хожу. Отец Алексей у нас настоятель с самого первого года. Вот, и храм очень преобразился. Вот все иконы, которые вы видите, были вообще пустые стены. В общем, все это приобреталось и на средства прихожан, и на церковные средства. И мы разбили сад, посадили голубые ели. Все это благодаря батюшке Алексею. И видя, как отец Алексей трудится на украшении, благоукрашении нашего храма, мы тоже все стараемся, помогаем как можем нашему храму. Когда люди активно включаются в приходскую жизнь, стараются помогать друг другу и даже незнакомым людям, которые не ходят в храм, это значит, что у них живая вера, что они не только называются христианами, но и стараются ими быть. При храме архистратика Михаила действует Сестричество Милосердия. Около 20 сестер заботятся о тех, кто попал в больницу. Наше Сестричество Милосердия уже 5 лет существует от нашего прихода по благословению батюшки. Мы приходим в очень тяжелое нервное отделение, где лежат очень беспомощные парализованные люди, которым нужна помощь не только физическая, но еще и Слово Божье, которое могло бы их в эту тяжелую минуту поддержать, то есть показать им, что есть Господь, что есть помощь Божья. Лично для меня, что дает Сестричество Милосердия, это научение любви. То есть мне бы всегда хотелось очень... Не хватает этой любви к Богу и ближним. И вот видя людей в таком состоянии, научаешься любви. А жителям Ревды очень нужна такая любовь. Ведь только когда увидишь в глазах другого человека веру, тогда и сам можешь поверить. Мало людей, понимаете, мало. Для такого города, как ваш, 500 человек в двух храмах – это мало. И вот я желаю, чтобы жители вашего города вспомнили, что они православные христиане. И помнили, что их ангелы-хранители, когда люди не живут по-божьему, они печалятся. Спасибо. 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 Спасибо.